Красота, безусловно, страшная, практически убойная сила. В Екатеринбурге в канун Дня Защитника Отечества пенсионеры, ветераны вооруженных сил разбирали стрелковое оружие и разбирались в арсенале слабого пола, который тоже может стрельнуть глазками на повал не хуже автомата. Как справились с задачей, наблюдала Дарья Монохина. Автомат Калашникова Иван Николаевич не держал в руках четверть века. Но полковник ввоз с кем защиты в отставке и сейчас разбирает и собирает его за считанные секунды. Это говорит, как езда на велосипеде. Освоив однажды, разучиться уже невозможно. Снимаю шампу. Снимаю коробку. Еще один настоящий полковник, хоть и в отставке, Владимир Михайлович от коллеги не отстает. Он так уверенно обращается с автоматом, что сразу не скажешь. Держит его впервые в жизни. Будучи курсантом авиационного училища, стрелять приходилось из пистолета Макарова. За 30 лет службы с другим оружием летчик не сталкивался. Всегда был выше этого. В небе испытывал самолеты. МИГ-25П. И вот на нем летал с 1972 года по 1994 год, 22 года. За освоение летной техники полковника наградили орденами Красной Звезды и за службу Родине. Перед сегодняшним испытанием он очень переживал, как бы не ударить в грязь лицом. И конструкцию автомата полночи изучал в интернете. Ведь знал, из зала за ним будет следить молодежь, начинающая военную карьеру. Они спокойно разбирают, собирают. Да, есть ошибочки такие, но им уже лет достаточно. Они в армии уже не слушают, может, десяток лет. Но они все равно помнят. Отложив в сторону автоматы, полковники были уверены, что на этом все. Но организаторы подготовили еще одно испытание. Перед бывшими военными выложили целый арсенал женского оружия. Ветеранов попросили объяснить, как оно действует. Это кисточка для век, по-моему. Да, да. Это лак для ногтей. Ну, это, естественно, пилочка. Счет в этом конкурсе оказался равный. Из десяти ответов у каждого девять попаданий и один промах. Инструмент для завивки ресницы остался нерассекреченным оружием. Мужчины приняли его за кривые ножницы. Дарья Малухина, Геннадий Бахарев. Новости 41-го канала.